Работа по уменьшению количества безнадзорных домашних животных будет передана с областного уровня на места. Как считают специалисты, если бы меры по отлову, учету помещений в приют или стерилизации предпринимались администрациями районов и городов региона, то количество бродячих домашних животных было бы меньше. Такой законопроект обсудили на Комитете по энергетике жилищно-коммунальному комплексу, строительству, транспорту и связи. В связи с многочисленными обращениями и жалобами граждан, а также органов местного управления по проблемам безнадзорных животных и их участившихся нападений на людей, особенно детей. Ежегодно, по данным Управления Роспотребнадзора по Кировской области, фиксируется более 4000 случаев покуса человека безнадзорными животными. В прошлом году специалисты насчитали почти 13 тысяч безнадзорных животных. По мнению ветеринаров, эти животные могут являться распространителями вируса бешенства. В текущем году ситуация с распространением бешенства значительно осложнилась, особенно на востоке области. В эпизоде увовлечены Зуевские, Фаленские, Суньские районы. Два последних района, там бешенства никогда не было. В этом году вирус бешенства зафиксирован у кошек. Из-за этого увеличился риск заражения не только домашних животных, но и их владельцев. Именно поэтому возросла опасность возникновения чрезвычайной ситуации. Еще осенью специалисты Управления ветеринарии раскладывали вакцину от бешенства на кормовых полях. В лесах Кировской области было разложено около 2 миллионов доз вакцины стоимостью свыше 60 миллионов рублей. Депутатов Законодательного собрания заботит и то, что уже стерилизованных здоровых животных снова выпускают. Получается, что собака опять будет бегать рядом с нашими дворами. В итоге комитет рекомендовал Законодательному собранию принять законопроект в первом чтении на пленарном заседании, которое состоится 27 марта.